имитируем, как такие попугайчики довольно образованные. А мы понимаем, что это за слово, что оно означает, как с ним быть. Это как-то вызывает больше уверенности в том, что мы достигли какого-то понимания. И мы с вами поговорим сегодня, я выбрал для обсуждения пятую, шестую эстрофу. Это эстрофы, которые описывают разделы юрведы, потому что часто очень встречаются вопросы, что вообще в эйрведе есть, что мы там можем найти и где это искать. Потому что очень часто – а это, а это, а это. Поэтому так как эйрведа довольно систематизирована, и даже более я вам скажу, в штангах Ридае последний раздел, который называется «Уктера Стхана». Собственно, «Уктера» есть как бы наивысший, высший, последний. Последний раздел, главы в нем, я как-то об этом раньше не задумывался, главы в нем идут как раз в том же самом порядке, который мы с вами сегодня опишем. То есть на самом деле эта эстрофа, которую мы будем читать с вами, она как такая путеводная нить, которая связывает между собой те или иные главы. То есть они прям идут по порядку, 40 глав и 7 разделов. Восьмой раздел описан в предыдущей книге. И это очень любопытно, что сама эйрведа, она так систематизирована, сам трактат систематизирован. Поэтому мы будем это изучать сегодня. Но чтобы подступиться, я решил взять одну страфу пораньше, вот просто, чтобы само название трактата еще раз обсудить, потому что песня, на мой взгляд, очень интересные моменты. Значит, и вот это четвертый и пятый страфы, ну, по половинке от каждой. Почему трактат называется «Штанга хрдая»? И здесь Бабхата, он говорит, что «Штанга хрдая», трактат, который он составляет, он «крияты», он как бы делается. То есть это карманы праёга, так называемые, то есть использование пассивной конструкции. Вот, надо добавить как бы еще слово «моя», то есть «мною». Да, ну, как бы это слово здесь просто подразумевается. Он говорит, что «Штанга хрдая», она как бы составляется, она делается, творится, вот, «мною». И он говорит, что она обладает двумя очень важными качествами. Он говорит, что она «на», «атисангшепа» и «на», «ативистра». Вот, «атисангшепа», «ати» – приставочка, да, у нас означает чрезвычайно-чрезмерно, что-то сверх. Вот, а «сангшепа» означает нечто краткое. То есть «сангшеп» – это сжимать, сдавливать, вот, сокращать. И поэтому «атисангшепа» означает чрезвычайно краткое. Вот, и здесь говорится «на», «атисангшепа». «атисангшепа». То есть она не слишком краткая. И мы можем подумать, что, ну, наверное, это некий недостаток. Вот, потому что чем короче, тем лучше, да. То есть, вы знаете, это известная шутка, как выучить китайский за год, как выучить китайский за полгода, как выучить китайский за три дня. Вы уже знаете китайский. Вот, и вы уже знаете китайский, продается гораздо лучше. Вот, поэтому если бы ваш «танга Хридая» было чем меньше, то есть вы уже знаете «танга Хридаю», такой курс он бы собрал еще больше людей, чем здесь. Вот, но здесь говорится, что есть проблема. Что если трактат очень короток, да, то изучать его крайне сложно становится, потому что какие-то вещи, они будут выпускаться, и поэтому вам понадобится проводник или огромный комментарий к нему, чтобы восстановить все то, что было опущено. И вот литература сутр, вот она как раз нам это иллюстрирует. Да, если мы возьмем просто какие-то сутры, начнем их читать, даже панини сутры, ну, может быть, это уже предел. Вот, но, допустим, даже йога сутры, да, без комментариев Бадараяна Вьясы, очень коротко, ничего не понятно. Вот, вроде коротко, за день можно прочитать, не так много там сутр, но вообще бессмысленное прочтение без проводника, без учителя и так далее. Поэтому, когда очень коротко, то это всегда очень сложно. И поэтому аштанга Хридая, вот она не очень короткая, и тем самым она таким образом становится более доступна тем людям, которые не так крепки разумом, вот, ну, то есть для нас с вами. Вот, а второе, да, говорится, на Ати Вистером, да, и вот слово Вистером, да, означает пространное или протянутое, широко распространенное, вот, раздвинутое, в общем, все, что связано с расширением пространства. Вот, получается, на Ати Вистером, да, означает, что она не очень большая, потому что если трактат очень большой, то возникают сложности, связанные с временем, которые на него придется потратить. И, ну, примеров, я даже не знаю, честно говоря, вот, когда мы видим полное собрание сочинений Вадик Ивановича Толстого, там, не знаю, сколько там, 90, вот, мы, если будем называть это стхула шастра, да, то есть шастра, посвященная толстому, толстому, вот, то от стхула шастры вы такие, о, нет, до свидания, вот, вот, самое, что я могу отсюда извлечь, это после балла, вот, все остальное уже слишком сложно, слишком много всего, это отпугивает потенциальных исследователей, вот, также, если мы возьмем трактаты грамматики, то если мы увидим, как выглядит там Сиданта Кумуди, то мы такие, нет, лучше начнем с Кочергиной, Бюлера, там посмотрим, там разберемся, вот, очень много всего. И о штангах Ридайо, вот, она не очень большая, то есть ее вполне постичь вполне возможно.